Вы на канале Apple Hightech, у микрофона Вова, и я понял, что многим зашли прошлые видео про iOS 11. И сегодня я решил записать очередной ролик про одну очень крутую скрытую фишку новой прошивки. Сразу скажу, что это мега крутая функция, ее кстати не показали на самой презентации в ВВДЦ, но я ее приметил на слайде, где были перечислены все функции iOS 11. И она действительно скрытая, потому что я не сразу смог ее обнаружить. Нашел я ее только после ознакомления с иноземным ресурсом об Apple. И сегодня я хочу поделиться ее с вами, давайте начинать, поехали. Наверное самое яркое, что появилось в новой iOS 11, это обновленный контрол центр. Выглядит как по мне он действительно круто, на тех же устройствах без 3D Touch, имитация этого самого 3D Touch прямо греет душу. Ну вот а если я вам скажу, что этот самый контрол центр можно еще и кастомизировать, тут-то и скрывается наша инкогнито фича. Чтобы ее отыскать, переходим в настройки и находим раздел пункт управления. Тут мы можем добавлять разные новые кнопочки в контрол центр и менять их местами. Но самое крутое, что тут есть, это скрин рекордер, то есть инструмент, позволяющий записывать экран нашего девайса. Добавляем его и теперь в контрол центре есть специальная кнопочка. Нажимаем на нее подольше и мы можем начать запись и включить или выключить микрофон. Это кстати единственная настройка. И в принципе все, мы можем записывать все, что нам угодно. Запись началась и кнопочка теперь подсвечивается красным. Чтобы опять же закончить запись, повторно нажимаем на нее или можно нажать по синей строке в статус баре и нажать остановить. Наш видеоролик сохранится фотопленку, о чем свидетельствует уведомление. На моем 5s записывается все очень даже неплохо. Я думаю, что на более новых устройствах запись будет еще более гладкая. Мне если честно, непонятно почему Apple промолчала о новой функции во время презентации iOS 11, ведь многие давно ждали реализации этой фичи. Все мы искали разные костыли, о которых я нередко рассказывал на своем канале. Теперь же думаю, эта фича облегчит многим жизнь и у нас на ютубе заделаются новые техноблогеры. Но это уже совсем другая история. Кстати, если ты не знаешь, как обновиться на iOS 11, стоит ли это делать или хочешь узнать о других прикольных функциях этой системы, рекомендую посмотреть мои прошлые ролики. Ну а на этом все, если тебе понравилось это видео, то поставь под ним лайк и не забудь подписаться на канал, чтобы узнавать про iOS 11 еще больше интересного. А я с тобой прощаюсь, до новых видео, пока-пока.